Яблоки в халате В конверте, в шубе Вроде бы очень просто Сегодня я расскажу, что нужно делать, зачем Тогда у вас эти яблоки в тесте уж точно получится И мы сегодня с тобой научимся делать тесто фило Вытяжное тесто, которое используется в пирогах, в штрудлях, с яблоками Печене яблока – один из неулюбленнейших десертов австрийцев и белорусов Они и сегодня смигаются в оригинальности его приготовления Мало кто знает, но печене яблока даже полезнее за свежие Адже после термической обработки у них значительно увеличивается вместо пектинов Яки сприяют снижению холестерина и выводению из организма важких металлов и токсинов Кроме этого, печене яблока многое калием и залезом Их запах настолько сильный и приемный, что некоторые американские агенты с нерухомости Просят господарю перед визитом клиента запекать яблоко Цей десерт станет улюбленным не лише для ваших детей, а и для найвыбагливейших гостей Первый секрет, наверное, в том, какие яблоки лучше выбрать для этого десерта Яблоки в тесте или в халате Яблоки нужно выбрать сорта голден Есть яблоки, которые хорошо распекаются в пюре, а есть яблоки, которые держат форму Вот нам нужны те яблоки, которые будут держать форму и не порвут наше тесто при распекании Я яблоки очистила, вырезала серединку вот так вот насквозь Я тебя вижу, я тебя тоже Ну, казалось бы, запеченные яблоки, всем известен десерт, немного корицы, прекрасный аромат, сливочное масло Но в чем же секрет именно этого бабушкиного десерта? Тончайшее, как папиросная бумага, тесто Благодаря которому все сочное внутри остается, да? Да, да, да Еще у бабушки был такой один маленький секрет, из множества яблок в двух яблоках был сюрприз И мы тоже положим его в яблоки? Да В тесто я взяла два стакана муки, одно яйцо, одну столовую ложку уксуса или я вот использую лимонный сок И начинаю замешивать Ты говоришь, это тесто называется тесто фило или вытяжное тесто Это тесто часто используют для пирогов, которые прослаиваются множеством слоев Это очень распространенное тесто, я его обожаю Нужно добавить масло Вкус выпечки во многом зависит от качества масла Поэтому нужно выбирать хорошее, из натуральных сливок И вкус выпечки получится удивительно нежным благодаря этому Я беру одну столовую ложку, этого будет достаточно на два стакана муки И еще сюда мы добавляем потихонечку холодную воду Где-то 100 миллилитров воды нужно будет для такого количества муки Но нужно дождаться, когда мука соединится с маслом и получится такая вот красивая крошка Есть вытяжное тесто с добавлением кипятка, когда оно заваривается буквально Это же тесто фило, благодаря тому, что мы добавляем сюда холодную воду, можно хранить в холодильнике И использовать на следующий день И я потихонечку начинаю вливать воду, чтобы тесто уже сформировалось в один комок Тем временем, пока я делаю тесто, нам нужно будет для начинки использовать инжир, курагу, изюм и орехи грецкие Помоги мне, пожалуйста, нарезать инжир Нам буквально для двух яблок нужно одну-две штучки нарезать И то же самое с курагой Получается, эта начинка не только вкусная и гармонирует со вкусом яблок, но еще и очень полезная Сухофрукты, да? Да, да Ты знаешь, в эти яблоки, в тесте нельзя добавлять любую начинку, которая тебе придет в голову Допустим, творожную, как часто используют Потому что, когда будут запекаться яблоки, будет выделяться сок И этот сок просто порвет тесто На вкус это никак не повлияет, но внешний вид будет испорчен Количество сухофруктов, которые нам понадобятся, зависит от размера яблока, наверное, да? И размера того отверстия, которое мы проделали Да Я немного изюма сюда положу Изюм уже можно не измельчать Тесто уже замесилось Но оно еще не готово к использованию Ему нужно дать где-то час Постоять в холодильнике, чтобы его можно было раскатывать Чтобы все ингредиенты могли соединиться между собой И были податливыми и послушными Пищевая пленка И сухофрукты готовы, и яблоки Тесто уже есть готовое, чтобы час не ждать Как всегда Тесто пробыло час в холодильнике, да? Да, самое главное, что ингредиенты между собой все соединились Я беру кусочек теста, вот так вот формирую его пальцами И при помощи крахмала буду его раскатывать Это еще один секрет этого теста А почему крахмал, а не мука, как обычно? Потому что крахмал, он имеет еще более мелкодисперсную структуру И лучше скользит тесто благодаря тому, что используется крахмал Это тесто раскатывается буквально, через него можно читать, как папирусная бумага Да Вот поэтому оно называется вытяжное, и оно не рвется Оно должно быть одинаково тонким со всех сторон? Да Так вот хорошенько его растягиваем Но это еще не все Берем маленький кусочек теста Чуть-чуть его раскатываем, не так уже тонко, как большой пласт И делаем себе такую вот латочку на дне Для чего? Потому что, когда ты возьмешь яблоко, тесто настолько тонкое, что в этой части самое уязвимое место Подставочка для яблока получается А если просто на тонкое тесто поставить, то велик риск того, что оно прорвется Да Это такая вот маленькая хитрость, которую делала моя бабушка И вообще у нее столько разных тонкостей, пирожки, которые обязательно присыпались для того, чтобы не было вот этой мокрости Когда выпекаются пирожки, допустим, с творогом или с яблоком Яблочный сок выделяется, и тесто вокруг начинки становится таким недопеченным, сырым Она присыпала это гороховой мукой А мы не будем использовать гороховую муку? Ну, ты знаешь, мы используем такое тесто, которое выпекается быстрее, чем само яблоко пропечется Кстати, не получится ли, что яблоко останется сырым в тонком, испеченном уже тесте? Не получится 15 минут достаточно, чтобы яблочко пропеклось А теперь пришло время бабушкиного секретика Для того, чтобы мы их с удовольствием ели, она клала туда вовнутрь немного ириски Ириска! Вот это секретный ингредиент! Да, я беру кусочек ириски, мягко, и сверху вот утрамбовываю хорошенько И она начинает растекаться, и получатся такие вот закарамелизированные сухофрукты с орехами Это очень вкусно, я тебе уверяю Это такие воспоминания детства Слушай, ну а как вы определяли, где именно есть ириски? Никак не получалось внешне это определить, поэтому мы буквально все яблоки надкусывали Но все равно бабушка нас заставляла в конце съесть все яблоки И бабушка была довольна, потому что печеные яблоки это очень полезно И как я заворачиваю, еще раз покажу Я беру этот пласт теста, вот так вот формирую одну часть Перекладываю, делаю такой вот загиб И ириску Давай Не забываем Теперь берешь, натягиваешь Так раз Следующий Закрепляешь его И последний заворачиваем вот так Теперь еще один секретный момент Мы берем небольшое количество теста И вырезаем листики И пока Танюша готовит еще один сюрприз по бабушкиному рецепту Я расскажу о том сюрпризе, который есть у нас Сейчас мы с вами увидим нашего эксперта, кулинарную фею Таню Литвинову Топлес Я уверена, что эту фотографию никто еще не видел Боже, какая прелесть, Танюша, ты такая милая Да И теперь беру зубочистку Вот так вот формирую рисунок на листике Три вполне достаточно Я беру яйцо, чтобы смазать его сверху Чтобы оно было еще красивее А духовку разогреть? Да, точно 200 градусов температура нам нужна Слушай, мне кажется, что такой великолепный десерт Прекрасно подойдет к чашке любимого кофе О, да Я приготовлю Давай А я пока смажу наши яблочки яйцом Для того, чтобы оно было румяным, блестящим И на нем были видны крупицы сахара Так как краса на свеженьких яблоках Она запечется и будет такой вот красивого карамельного цвета Теперь очень аккуратно я их перекладываю на противень Тесто тончайше Оно просвечивается Но это еще не все Нам нужны веточки гвоздики Мы сюда их воткнули Получилось Хвостики Хвостики, да Угощайся, Танюш Ой, спасибо большое Все начинается с Нес-кафе В духовку? Да 15 минут будут готовиться яблоки в тесте А для нас с вами время пролетит незаметно Яблоки в тесте по бабушкиному рецепту Готовятся в духовке, разогретой до 200 градусов В течение 15 минут Так подрумянились Симпатяги Достаем Так вот Тесто пропеклось Видно, что оно красивого такого белого цвета Если видите сероватый еще оттенок Значит, тесто не допеклось Но если увидели, что оно хорошо подрумянилось Доставайте из духовки смело Эти прекрасные яблоки нам остается только попробовать И мы это сделаем, как только я напомню, как мы их готовили Для приготовления яблок в тесте вам понадобятся Яблоки, курага, инжир, изюм, грецкие орехи, сахар Яблоко очистить, вырезать из него сердцевину Мелко нарезать курагу, орехи, инжир, добавить изюм Все сухофрукты смешать и нафаршировать начинкой яблоки Затем добавить секретный ингредиент Половину ириски Для приготовления теста Фила вам понадобится Яйцо, мука, лимонный сок или уксус Сливочное масло, соль, вода, кукурузный крахмал для раскатывания Смешать ингредиенты Полученное тесто отправить в холодильник на час Тесто раскатать тонким слоем В середину положить маленький кружок теста, на который поместить яблоко с начинкой Обернуть яблоко тестом, тщательно защипнуть верхушку Из остатков теста вырезать листики и закрепить их гвоздичкой Смазать яблоки взбитым яйцом, а сверху посыпать сахаром Выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 15 минут Ты знаешь, Танюш, это рецепт как будто специально для моей подруги Ее дочка, которая 4,5 года, не любит сырые фрукты Это сейчас для многих детей актуально Но обожает запеченные яблоки А теперь будет рецепт запеченных яблок с таким сюрпризом Начинка, как ты и говорила, осталась внутри Яблочко целое, но при этом мягкое Конечно, хочется попробовать сразу все Отличается от обычного печеного яблока, к которому мы с вами так привыкли И риска придает такой изумительный нежный вкус этому десерту Какая твоя бабушка умница Да, она у меня золотая бабулечка моя А ты знаешь, в ресторанах поливают печеные яблоки карамелью А вот эта карамель, она чуть не хуже, чем ресторанная Как у бабушки получилось, необыкновенно вкусно Я уверена, что понравится и взрослым, и детям Спасибо тебе огромное